Мирный клуб Абиситов продолжает работать в новом формате, он, как говорится, сейчас в тренде, тренд этот вынужденный, тем не менее необходимый. Мы работаем сейчас в прямом эфире, отсюда могут быть разные по мере связи. Мы не очень-то умеем, но мы очень хотим это делать качественно. Итак, мы продолжаем в этом формате презентацию книг Йосифа Бронза, известного адвоката, потомственного описита, человека чести, человека достойного того, чтобы писать книги, вот уже вторая, с нравственным императивом, ибо высокий профессионал, который может написать, я думаю, и написал, или не напишет, учебник, сейчас он пишет о нравственных, нравственные устои, книга, посвященная великому юристу Кони, и «Распрямись с Человечем», новая книга, освященная жизни Семена Львовича Ария. Юрий Светкович, мой первый вопрос к вам, вот каков. Кони, выдающийся деятель судебной системы, человек с мировым именем, человек, труды которого отвечают и сегодня, судебный деятель, писатель, общественный деятель, и Ария, выдающийся юрист, вот даже я должен прочесть слова Енерика Резникова, человек достаточно светского, так, на первый взгляд, но очень профессионального, который выигрывает очень серьезные судебные схватки. Вот что он сказал о своем коллеге. Он единственный список современникам заслужил, чтобы его называли великим адвокатом. И вот вы, на книжной полке, когда мы от него уйдем, эти две книги будут стоять отрядами. Я убежден, как нагревательный редактор и журналист, что, когда мы уходим, вещи, книги, картины живут своей жизнью. Вот они стоять отрядами, вот они вы встретились. Почему именно в законе Ария? Вопрос, конечно, который как бы должен вызвать ответ на то, почему мы пытаемся совместить и сопоставить выдающегося прокурора и судью с адвокатом, да, и не найти адвоката более достойного для сравнения прияде тех великих адвокатов присяжной адвокатуры, которые были в 19, 20 или начале 20 века. Да, действительно, были такие адвокаты. Я об этом в этой книге пишу. Можно было бы спросить, а почему, скажем, не поставить такого великого адвоката, как Плевака, который был гордостью России, который был широко известен. Но вместе с тем есть такие различия как бы их профессиональной деятельности, им нравственном воспитании, которые не дают возможности их сопоставить. Например, Кони писала Плевака, что он порой очень поверхностно готовился к делам, порой вообще не читал дел, которые он проводил. Вообще не читал. Он, знаете, Плевака — это экспромт, это источник вдохновения. Он мог вот из ничего, из какого-то события вдруг придумать линию защиты. Вот качестве примера мог бы назвать, например, вот такой вот короткий пример, когда он только встал для произнесения защитительной речи и со стороны церкви, которая находилась неподалеку отсюда, раздался колокольный звон. И Плевака остановился, а потом сказал, видите, сам Господь Бог говорит, что этого человека надо помиловать. Он же не зря подал такой знак. Человека оправдали. Я не могу не сказать, потому что мы в десерте, что рядом с нашим глубоким десертом тоже находится церковь. Сейчас будет бомб, мы оправляемся. Вот так, пожалуйста, так же громко, как говорите, все остальное, как вы сказали, бомб. Спасибо, да. Но дело в том, и не только в этом, а еще и нравственные есть черты характера, например, кони и Ария были необыкновенно скромными людьми. А Плевака после процессов мог устраивать пиры на несколько дней на теплоходах по Волге, приглашать цыган и гулять, пока не надоест. Поэтому вот и это не дает возможности мне совместить вот этих людей. Именно кони и именно Ария могут быть совмещены. Кроме того, Плевака, несмотря на то, что он был выдающимся адвокатом и его имя стало нарицательным, как и имя Цицерора примерно в истории адвокатуры, вместе с тем Ария не стал нравственным авторитетом для своего поколения. Не Ария. Плевака. Да, Плевака. Не стал нравственным авторитетом для своего поколения. А кони стал таким нравственным авторитетом, и все это признали. Таким же нравственным авторитетом стал и Ария для нашего времени. Хотя он начал в послевоенные годы, в 47-м году, а закончил уже в 21-м веке и умер, как как известно, в 2013 году, и мы, конечно, это был уход большого мастера, необыкновенного человека, память которого, думаю, что будет жить очень долго. И, конечно, его вклад в развитие респруденции, потому что он даже описывает некоторые свои дела, жалобы, которые влияли на изменение законодательства. Вот у него есть было одно дело, в котором он осуществлял защиту зубного врача, который обвиняли в нарушении правил о валютных операциях, потому что она работала с золотом. Ну, вставляя там коронки, протезы и так далее. И Ария сумел доказать, что вот эта работа по изготовлению протезов, где есть часть золотого металла, не является нарушением правил о валютных операциях, о современних писал, что когда он читал касационную жалобу Арии в Верховный суд, это была не жалоба, это была докторская диссертация. И Верховный суд согласился с адвокатом, отменил приговор, прекратил дело, и на свободу вышли еще достаточно большое количество врачей, которые были осуждены за такого рода преступления, которых не было. Вот что такое адвокат, который влияет на изменения законодательства. Иосиф, вот библейская фраза «распоймись человече». Ну, честно говоря, она имеет большую уверенность и большой жизненный опыт, и уверенность в том, что ты можешь так сказать, обращаясь к другим. Дело в том, что, поскольку я прочел твою книгу, я понимаю, что он и сам, Семен, когда он был еще молодым человеком, был вынужден распрямляться по тем, к тем ситуациям, в которые он трагически попадал. Чего сводится? Например, вот фронтовая биография. Когда ты это лучше расскажешь? Когда что? Ну, он попадал, мало сказать, в тяжелый. Он попадал в критические ситуации, когда был направлен в штрафной батальон, был на грани смерти. А фраза «распремись человече» она из его статьи. И она соответствует уже не фронтовым воспоминаниям, а сегодняшнему времени, потому что его очень беспокоит состояние российского общества. Мы знаем, что такое сегодня Россия, что это полицейское государство, единоличная власть этого верховного императора, который хочет еще и вобрать ее с помощью Конституции. И Ария призывает народ России «распрямись человече». Он призывает, оглядываясь на митинги на Болотной площади и на проспекте Сахарова, в 100-тысячные митинги, и он говорит им, что поднимает народ России и говорит, что нужно встать с коленой распрямиться. Но я считаю, что пока в России будет действовать путинский режим, россиянам не дадут встать с коленой распрямиться, потому что власть достаточно жестко ликвидирует все по ползновениям в свободе. И тут, дай Бог, чтобы, конечно, призыв Арии сработал, но, по крайней мере, пока... Вот Ария и об этом и говорит, потому что он считает, что у многих россиян пропало главное, говорит, человеческое достоинство. И в этом он ссылается на то достоинство, которым обладали многие представители XIX веки. Кстати, в основном офицерство, люди чести, достоинства, слова, которые всегда и высказывали свое мнение, и были безупречно честны в своих поступках, и в своих отношениях и к власти, и к каждому живущему на этой земле, если можно так сказать. Ария надеется на то, что Россия, как Пушкин говорит, воспрянет это сна, да? И наоблок от самовластия. Ну, не знаю. Скажи, Йосиф, а раз не будет проявлено сказать, что все мы часть разрывавшегося материка Антиби Советского Союза, и та часть материка, которая, ну, из Кухареви, тоже не является примером... Да мы еще сейчас до сих пор живем... ...самправового государства, и что слова распрямись человечею могут быть обращены к нашим словам. Дело не в этом. Я просто говорю, что мы до сих пор живем в Совке, потому что выветрите сознание нас, вот то, что мы приобрели за 70 лет, и вдруг стали совершенно свободными, невозможно. Хотя состояние свободы, свободы слова в Украине и в России совершенно несовместимо. Потому что в Украине гораздо лучше обстоят дела. Не надо уже даже и приводить примеры, все мы знаем, что могут люди свободно выражать свою мысль в отношении любого лица, вплоть до президента. А сейчас нашего президента не ругают только ленивым, по-моему. Но мы с тобой, наверное, знаем, что некоторые правонарушители, то и преступники, я не буду назвать без суда, абсолютно признаказаны. И даже тот Верховный Карт, который высказывал намерение наказать этот порог, этого не делает. То есть все мы, к сожалению, пришли, я ведь не отделяю там Россию, все мы, к сожалению, подвержены вот этому правовому нигилизму. Там он проявляется в одном, у нас в другом. Но, наверное, Иосиф, ты как опытнейший адвокат, как человек, который, вот я думаю, современник этого арии, соратников, а понимаешь, что перед нами всеми стоят одни и те же задачи, чтобы торжествовал закон. Ну что делать? Обещать то, что будут большие и мгновенные перемены, можно легко, однако тяжело их, так сказать, выполнить эти обещания. Сегодня мы видим, какие трудности возникают, потому что очень тяжело подобрать людей, которые будут соответствовать тем устремлениям, которые как бы несла, несет эта новая власть. Они хотят изменить что-то, но это очень сложно сделать. Где найти такое количество людей, которые будут как бы идти в едином русле выполнять то, что нужно для того, чтобы торжествовал закон. К сожалению, государственный закон работает, если и не совсем не работает, то работает плохо. Формируются новые учреждения, различные судебные, следственные органы. Ну вот власть надеется, что с помощью вот этих структур что-то изменится. Однако, несмотря вот на эти такие примеры арестов, задержаний, высокопоставленных лиц, надеванием наручников там в кабинетах власти, и так далее, однако мы не видим никаких результатов, чтобы кто-то был осужден, и чтобы люди понесли наказание за содеянное. Поэтому вот этот лозунг, делайте все, что угодно, и вам за это ничего не будет, пока он действует. Вот ты, извините, что я перебиваю, или в нашей аудитории есть известный юрист, а кто-то так. Вот вчера вышел из тех, ну, из детства сдачения, бывший министр консправных дел, который убил, застрелил за столик у его собеседника, и там принимала участие жена. Скажи, разве такие тяжкие преступления, когда были найдены оружия преступления? Я не знаю мотивы, но сам факт убийства, как это обсуждается, почему к этим людям применяется норма залога? Вот мне, честно говоря, как человеку, который привык читать антических классиков юристов, того же Коня, того же Арию, представьте себе, что убийца может быть выпущен под залог, или вот такой человек, как Стерменко, они не уверены, что... То есть, должен быть суд, но суда не должен находиться на свободе, он убит человека. Может быть, потом оправдан, он может быть оправдан, я не сомневаюсь, что такое может быть. Но вообще, почему люди убившие, люди пролившие кровь, сегодня находятся на свободе? Ну, дело в том, что в каждом конкретном случае суд решает вопрос о мере пресечения, поэтому здесь, главное, какой результат будет, как будет дело рассмотренное, кому наказание будет приговорен, виновный. А то, что мера пресечения не избрана, это ни о чем не говорит, мы видим, и в американском правосудии, люди совершили тяжкие преступления, они не под стражей находятся, ничего страшного, самое главное, чтобы была неотвратимость, наказание, вот этот принцип, если будет действовать, все будет нормально. А тогда, когда со временем, как бы дела начинают покрываться такой пылью, или туманом, и потом о них забывают, и в конечном счете виновный не несет ответственности никакой, вот это вот, с этим нужно бороться. Время проходит, и оно как бы девальвирует уже то преступление, которое совершено. Я хочу вернуть Львовичу Иосифу Львовичу и нас в то время, когда Алия защищал правозащитников, когда он защищал людей, которые, когда называли диссидентами, тех людей, которые составляют совесть, ну, нации это одно, совесть общества, когда они жили в Советском Союзе. Вот я, например, на Вячеслава Чернового горжусь тем, что несколько дней провел с ним в Одессе, показывал ему город, мы беседовали с ним и подарил мне даже свою книгу. Я уверен, что если бы Черновой не погиб, наверное, наша страна развивалась бы иначе. Вот роль Арии в защите и Калистратовой. Я бы хотел, чтобы ты рассказал об этом. И это, знаешь, лучше не знаю. Знаешь, история не имеется в слогательных наклонении, поэтому был бы, и все равно, и что бы изменилось, это сложно сказать. Однако, вот это движение диссидентов, которое началось после Хрущевской оттепели, то, оно приобрело такой массовый характер, что власть вынуждена была, ну, в своем понимании, применить самые жестокие миры. Они беспощадно расправлялись с этими людьми. И тысячи людей были отправлены за решетку, в дома, в психиатрические лечебницы и в другие места. Потому что следили практически у нас же как в советское время, которое в России, например, не кончилось, а у нас еще остатки этого есть, когда вся страна, часть населения сидела, часть охраняла, часть дрожала, чтобы не совершить преступления. И в таком вот состоянии все общество живло. А что касается защиты диссидентов, это действительно была очень тяжелая работа для адвокатов. Кроме того, в Комитете государственной безопасности, как правило, составлялись списки, в которых были перечислены адвокаты, допущенные по этим делам. Допущенные по этим делам, по делам, которые проводило следствие КГБ. И вот из этих адвокатов назначались люди, которые сняли защиту. Правозащитники отказывались от таких защитников, потому что они, по сути, не защищали. Человек не признавал свою вину, адвокат в этом случае должен был ставить вопрос об оправдании. А этот назначенный адвокат никогда не мог поставить вопрос об оправдании, тем самым оправдать действия, скажем, Даниэля из Синявского, из других, Петра, Горенко, самолеты и так далее. Масса дел было, они не могли ставить вопрос об оправдании, поэтому они как бы соглашались в какой-то мере с обвинением, но просили смельчить наказание, и вот этим ограничивали защита. Несмотря на отказ обвиняемых от защитников таких, суды не освобождали и адвокаты, кроме того, это было хождение по минному полю, это было, знаете, проникновение между Сцилой и Хариддой. Надо как-то проникнуть, чтобы тебя не задело. И вот Ария об этом пишет, надо было говорить, знать очень хорошо русский язык и эзопов язык, для того, чтобы называть вещи какими-то определениями, и вместе с тем, чтобы тебя не могли потом взять за то, что ты высказал крамольную мысль, оправдывая своего клиента. Вот что было. И многие адвокаты в пылу своего выступления, когда они забывали об этих границах, которые их ограждали от неприятностей, переступали границу и немедленно попадали под каток. Против них возбудались сразу дисциплинарные дела направлялись в президент коллегии адвокатов и исключали из-за адвокатуры, а вот в части вы вспомнили Софью Калистратову, против нее просто возбуждали уголовные дела за то, что она как бы защищая диссидента и оправдывая его действия, она таким образом клеветала на советскую власть. Как это? Тут такая конституция. И это все можно, и ничего тебе за это не будет. А тут они могут выражать свои мысли и критиковать существующую власть. Я бы хотел вам еще вспомнить. Человек без юридического прозорания, но тоже человек и тоже обнимаемый противоречивающий. Но он глузный. Мне кажется, что-то общая между глузнанами арии. Грузден защищал генерала Грибаренко. Грибаренко. И вот тут сейчас мы можем с Евгением Павловичем вспомнить Алика Блинсбурга. Это время наше с тобой время. Поэтому мы остро это все вспоминаем. Но я знаешь, хочу к чему обратиться? Нас слушают адвокаты, в том числе молодые. Высочайший профессионализм арии. Он, например, я открыл на руках об адвокатской тайне. На самом деле не звени ключами тайн, сказал Грибаренко. Да, я думаю это правильно. Мне кажется, что это один из враженных качеств адвоката или благоприобретенных вести тайну адвоката. Это один из важнейших принципов адвокатской деятельности, потому что клиент, приглашая адвоката, всегда должен быть уверен, что это тот надежный источник, куда можно передать все, что у него есть, и это не станет никому известно. Кстати, если говорить о советском времени, то могу просто вспомнить 1946 год, когда на страницах центральных газет в «Известиях и в правде» началась полемика по поводу того, может ли вообще существовать адвокатская тайна. И академики, ученые-юристы, облаченные там званиями профессоров, кандидатов наук, говорили, что нет, не может быть никакой адвокатской тайны. У советского человека не может быть тайны от советского суда и следствия. Все, что адвокату стало известно, он должен рассказать нашему суду. В честь наших отдельных ученых, они высказали свое мнение по поводу того, что в этом случае адвокатура перестанет существовать, потому что без адвокатской тайны адвокатура не может существовать. Ну, так эта полемика в принципе ничем не закончилась, адвокатская тайна существовала, ну, хотя и пытались, ну, там, различными способами, прослушиванием и так далее, увидеть или услышать то, о чем беседует обвиняемый со своим адвокатом, однако все-таки адвокаты умудрялись сохранять эту тайну и соблюдать интересы своего клиента. А вообще даже в нашем новом уголовно-процессуальном кодексе у нас был такой прокурор Пшонка, да, у него золотой батон искали. Да, да. Ну, вот они там издали уголовный процесс, в котором предусмотрено, что нельзя прослушивать беседу, но можно подсмотреть, смотреть за беседой. Ну, осталось только пригласить человека, который умеет читать по глупам, и он передаст содержание этой беседы. Они дважды нарушили закон, потому что в предыдущем уголовном процессуальном кодексе этого положения не было. Мы знаем о Конституции, что нормы, существующие и сохраняющие право граждан, не могут быть ухудшены при принятии нового закона. Поэтому это было совершенно незаконное решение, и сейчас от него, кстати, избавиться в новом уже уголовном процессе. Думаю, что принят будет в скором времени. Вот таким образом эти вопросы тайные, это очень важные вопросы, и без этого просто не может быть интересной практики. О том, как готовился к своим доступлениям Ария. То есть, вот это, наверное, антипортивак. Мне кажется, что он был... Нет, нет, нет. Это был энциклопедически образованный человек. Он читал такие произведения, только знаю, что если он изучал законы 12 таблиц, законы царя Хамурати, Платона и других авторов греческих, он все использовал в своей деятельности, но он каждому делу подходил исключительно добросовестно, изучал все, буквально не оставляя без внимания ни одного обстоятельства, которое могло послужить защите в деле выполнение вот того поручения, которое он принял. Вот книги, у вас есть обложка книги, о которой написал Ария «Жизнь адвоката». Насколько она известна нынешнему поколению? Поколение наше, к сожалению, некоторые адвокаты, конечно, интересуются, большая часть очень плохо знают историю адвокатуры и свою недавнюю историю, в том числе историю, о которой мы говорим, это примерно 50-70 лет прошедшего времени. Ну и кроме того, надо хорошо знать присяжную адвокатуру, это та адвокатура, из которой мы вышли, потому что она была принята в середине 19 века, Украина была территорией российского государства, и на нас распространялась эта законодательность, вот кстати, совершенно новое законодательство, и дай бог нам было бы иметь это законодательство и вот эту судебную реформу сегодня, потому что они сумели сразу в российском государстве, в котором не было конституции, не было парламента, не было свободной прессы, не было прав и свобод граждан, на эту железобетонную почву вдруг посадили суд присяжных, и вот современники писали, это никогда не просто не приживется, это не инородное тело, которое не будет работать, однако, как только был принят закон, судебные уставы были приняты, суд присяжных начал работать сразу, вот нашим деятелям судебным, тем, кто готовит судебную реформу, надо было понять, как это происходило, а происходило это потому, что за 10 лет до введения в действие реформы, начали люди готовиться к этой деятельности, они ездили в Европу, смотрели, как проходят судебные заседания судом присяжных, как выступают прокуроры, адвокаты, как судья ведет процессы, сами тренировались, делали установочные такие судебные заседания, поэтому, как только закон вступил, они начали работать и все пошло, и все удивлялись, откуда столько грамотных людей, блестящих адвокатов и прокуроров, адвокаты, которые становились известны всей Европе, адвокат Александров, который защищал Веру Засулич, его речь перепечатали многие газеты европейских стран, насколько блестящая была речь. Я хочу, извини, что я скажу, мы не так давно в рамках моей программы «Геология Нижинской» вы рассказывали о суде присяжных, к сожалению, у нас нет времени подробно, но я знаю, что Одесский совет адвокатов и вы лично, и ваши соратники вносят серьезный вклад в то, чтобы этот суд присяжных все-таки появился в нашей стране в нынешней ситуации, если я правильно помню. мы как можем, потому что у нас кабинет министров подготовил проект закона судеб присяжных, но мы этот проект закона получили и свои как бы коррективы, замечания, предложения внесли. Но это дело очень отдаленного будущего, хотя они тоже предполагают, что это будет где-то с 23-го года, но я думаю, и в 23-м году это не будет, потому что сегодня почвы нет и сегодня финансовых возможностей нет, потому что это требует очень многих это постройка, зданий специально приспособленных под работу суда присяжных, это не просто так вот привезти сегодня в наш районный суд и сказать, вот здесь будет суд присяжных, ну так не будет, потому что это должно быть все оборудовано так, чтобы суд присяжных мог работать. Кроме того, сегодня нужно заниматься воспитанием граждан в духе уважения к закону, посмотрите, что сделал суд присяжных в царской России, он начал формировать уважение граждан к закону, в судебное заседание просто невозможно было пробиться от того, что люди просто хотели послушать этих блестящих ораторов, а сколько писателей ходили и черпали там фрагменты и сюжеты для своих последующих произведений, то есть Толстого можно вспомнить, и Достоевского, и Солдакова, и Щедрина, и Чехова, то есть это была школа, школа права для народа, потому что посмотрите, сколько людей было, прокуроры, адвокаты, присяжные заседатели, граждане, которые там были, все внимали, все впитывали в себя те положения закона, которые нужно соблюдать. Вот это было нравственное воспитание, не зря Достоевский говорил, что это народный университет, суд присяжных. И я только помню, что наше поколение, а знал, рассудил, призяжные, только из книжки, это у нас история, где Ростов Эдерна, вот это достаточно смеялся, я не знал, кто это такие. Давайте перейдем вот к чему. Я уверен, что ваши коллеги, которые сегодня присутствуют, читали вашу книгу, у них сложилось определенное впечатление. Я обращаюсь сейчас к ним, кто хотел бы поделиться с возникшими соображениями и мыслями. Пожалуйста. Как можно так тихо говорить? Ничего не слышно. Люди, которые находятся по ту сторону экрана, присылают восторженные отклики. не с места. Надо будет подняться, потому что у нас так камеры. Вот. Пожалуйста. И вот камеры, которые... И заведующая кафедра организации судебных правоохранительных органов и адвокатуры Сананин университета Одесской юридической админии. Скромно умолчаешь она профессор доктор. Коля, ты слышал, что с тобой говорит профессор. Доктор наук. Сверху в отличие от неа профессора. Это адвокатура. И я прежде всего хочу сказать о том, как приятно присутствовать в легендарном всемирном клубе одесситов на презентации книги одного легендарного адвоката. Потому что Иосиф Львович Бронз это наша одесская легенда. О другом легендарном адвокате и человеке Семёна Львовича Али. Могу сказать, что преемственность и традиция очень важны для адвокатуры. Наши правила адвокатской этики это не просто какой-то документ, который фиксирует определенные положения. Это обычаи адвокатуры. Это то, что передается от старшего поколения более молодым. и мне так кажется, что наша одесская правая школа всегда очень много внимания уделяла к сохранению этой традиции. Потому что и у нас в Совете адвокатов Одесской области повсюду на стенах кто бывал и должно быть видели портреты выдающихся присяжных поверенных советских адвокатов и наших современников, которых с нами уже нет к сожалению. Иосиф Львович Бронз очень много внимания уделяет этому вопросу. У нас на факультете адвокатуры тоже есть музей адвокатуры, где есть целые документы, сохраняются фотографии, изучаются имена выдающих персонал и адвокатов. Но если говорить почему Семен Львович Ария, то наверное каждому кто причастен к вопросам адвокатуры, изучению адвокатуры это будет совершенно понятно. Наши коллеги российские адвокаты еще при жизни говорили о нем, что он адвокат номер один. Называли его маршалом адвокатуры, патрицией адвокатуры. Вы знаете, даже есть звезда в созвездии Козерога, которая носит имя Семена Арии. А еще при жизни была учреждена медаль, которая один раз в три года вручается российским адвокатам за повышение престижа адвокатуры, за достоинство адвоката. Это очень действительно почетное само имя Семена Арии, оно овеяно благородством. Что я лично знаю о Семене Арии, две самые известные работы это жизнь адвоката и заменки адвоката. Бронс очень хорошо сгруппировал, он попытался как-то синтезировать весь материал, который есть, и выделить самые такие яркие фрагменты из этих книг, что, мне кажется, отражает личность самого Иосифа Альбовича. Семен Ария был действительно человек удивительной скромности и достоинства. Он не стеснялся говорить о том, что когда он в 47 году пришел в адвокатуру, его первое дело было гражданское дело, и он смеясь сам о себе пишет, что это был не адвокат, а какой-то недотек. Потому что его трясло от волнения, он боялся посмотреть на судью, он боялся задать лишний вопрос, и дело это гражданское он с трясками проиграл. Тем не менее, это не помешало его дальнейшему проявлению его цель настоящего таланта. Это был человек огромной культуры, об этом мы говорили. Его настольными книгами были «Жизнь 12-ти Цезарей», «Гая Святония Трампила» и «Иудийские вредности» Иосифа Флаймия. Его любимый поэтом был Тюльчев. Он очень любил и Чехова, и Дева Толстого. И в своих книгах он как раз пишет о том, как важно адвокату обладать этим уровнем культуры, обращаться к истории, к литературе и так далее. Но в первую очередь он, конечно, был юрист, законник. И вот господин Кок говорил о законности, о правом нигилизме. Вот как его принципы в адвокатской деятельности понимал Семен Аль. Семен Губич считал, что да, клиенту не важно, какими способами мы достигнем результата по делу, но для нас, адвокатов, и для адвокатского сообщества это важно, и мы не можем игнорировать законность. И он даже выбил свою форму в законность. Он так говорил, что законность достигается в сочетании стабильности системы правовых норм с допрепорядочностью, достоинством правоприменителей. Очень хочется надеяться, что однажды у нас будет и то, и то. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Анатолий Курбатин, потом сказали. Я, во-первых, что хочет меньше, имею непосредственное отношение к адвокатуре. Как подсудить? Потому что мой отец, не то в конце 1948 года, не то в начале 1949 года, был исключен из адвокатуры с формулировкой не соответствует статусу советского адвоката. За нехороший какой-то анекдот рассказан о ком-то. И был восстановлен только в середине 1953 года и, собственно, закончил рано ушел из жизни в должности заведующего юридической консультацией область софт-профор. Вот я хотел сначала хочу вот хотел задать вопрос, но потом произвести небольшую речь. Но я понимаю, что если я задам вопрос, сначала мне уже речь не дадут сказать. Поэтому я... Почему дадут, Анатолий? Я вам не верю. Я начну непосредственно с речи. Вот сегодняшнего виновника торжества я знаю очень-очень давно. Подвергать его сейчас подвергать критики дело совершенно бессмысленное. Потому что он привел такую мощную группу поддержки. Профессора, доктора юридических наук, заслуженного юриста и так далее и так далее. Здесь все люди ходят если не куплены это крайне имеется непосредственно отношение к нему. Поэтому я буду говорить о нем не как об адвокате, а как просто о человеке в Одессе. Когда в Лос-Анджелесе зарекнулся о том, что я дружу с Осипом Бронзе, известный в прошлом в Одессе инженер и футболист, который, к сожалению, рано вшел в жизни, Борис Кожубровский, тут же снял с полки самый дорогой свой спортивный трофей, кубок чемпиона Лос-Анджелеса и что где он играл. Сказал «Передай, пожалуйста, это Осику». Я честно привез. Не забыл. Привез. То есть я стараюсь к нему хорошо относиться. Он заслуживает, он хороший человек. А теперь вопрос. Вот где-то год назад наш молодой президент обозвал одного из глав администрации разбийником. И тогда так прозвучало, ну, пацан пришел в классе, ну, недавно опять назвал разбийником мэра города, по-моему, Черкасс. Я хотел бы узнать, может ли человек даже, который был безусловным лидером группы «Квартал 95», чей юмор, я честно говоря, не признаю, но как-то для меня вот этот кривородский юмор как-то не для меня. Я проиграл. Недорос. Я люблю очистку. Недорос. Ты Недорос. Я перерос. Я шучу. Еще не пытался серьезно сказать. Что? Так вот, даже лидер такой мощной группы имеет ли он право без всякого повода основательного я имею в виду решения суда назвать человека разбийником? Вот если можно, я хочу получить. Я думаю, что у каждого, у кого он так назвал, имеется основание обратиться к суду за защитой чести и достоинства. Пока нет приговора, человек является невиновным. Хотя могут подозревать его, говорить о нем все, что угодно, но обзывать его так, это, конечно, президента не красит в любом случае. Первый президент должен обладать неимоверной выдержкой, чтобы не идти на провокации, не отвлекаться на те выпады, которые делаются в его отношении, просто то, что творится, вы рассказывали, все вы смотрите. Поэтому просто видно команда, которая должна работать с президентом, этих имиджмейкеров, которые его должны настраивать, готовить ко всему, начиная от одежды, кончая встречами и кончая ответами на вопросы, которые они должны предвосхищать. все должно быть сделано таким образом, чтобы президент не попал в просад. Ну, это уже, так сказать, сегодня говорят, вот уже я вчера слушал какую-то передачу, вот вы уже почти год у власти, вы уже приобрели какой-то политический багаж, вы уже чему-то научились, он говорит, да, поэтому будем надеяться, что он к концу каденции это будет поздно уже, думаю, что он раньше, конечно, будет проявлять выдержку, хотя люди своим поведением заслуживают и как бы провоцируют его на такого рода откровения, но президент не имеет права этого делать. Спасибо за вопрос, позвольте да, конечно, пожалуйста, потому что как раз будут показывать, вы не зацениваете. Можно с места. Нет, с места. Не-не-не, пора ивись, проявить уже. Представьте, я вас представлю, представьте, кто. Григорий Баранович. Леонидович, перейдя к сегодняшним реалиям, мы знаем прекрасно, что корпус, адвокатский корпус делится на две больших половины. Одна из них добросовестные адвокаты, знающие законодательство, пользующиеся им в судебных процессах, а вторая это решалы и давалы. Те, которые несут взятки, которые решают судьями все вопросы. И вот представим себе, что первичный суд принимает противоправное решение, нарушив все материальные, процессуальные права, и адвокат принимает в этом участие. Сейчас в спорте праздник. Апелляционный суд отменяет это решение, и касационный тоже. Какую ответственность несет как судья, так и адвокат, который подтолкнул на это противоправное решение. А таких решений тьма. Спасибо. Друзья мои, я прошу, как получил бесплатные юридические создания, обращающие новые дни. Давайте мы действительно по-серьезному вопрос серьезный. И сегодня речь же идет о так называемой коррупции. Коррупции вот не было в советское время, не было коррупции. Были взятки. Были взятки. Все называли вещи своими именами. Сегодня в нашем уголовном кодексе я вдруг как-то пропустил новую редакцию уголовного кодекса и стал похож на географа из Ильфа и Петрова, который сошел с ума, когда не увидел Берингово пролива. Помните? Конечно. Эти головотяпы сместили две карты на нее одну на другую Берингово пролив исчез. И точно я вдруг вижу где же взятки. Нет взяток. Наша Верховная Рада ликвидировала вопрос от взяточной числи, написали неосновательное обогащение, незаконное предложение. И в общем а потом все это назвали коррупцией и теперь определяют органы и меры борьбы с коррупцией. Чем больше органов и мир борьбы с коррупцией, тем больше процветает в государстве коррупция. И вот от того, что ну вот от количества этих органов, которые своим числом, материальными расходами на их содержание совершенно не нужны государству. Они существуют, однако не влияют на эту ситуацию. Я тут не соблюжусь нашим директором по поводу того, что вот половина адвокатов честные, а половина несут взятки и берегащих. Он сам, коррупционер. Одно я могу сказать. У вас есть конкретные лица? Конечно. Конечно. Между прочим, вы одно из этих лиц чуть ли не выгнали из адвокатов. У нас остается до пребывания не просто так. Можно воспользоваться браком? Значит, тут огульно всех обменять нельзя. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Адвокат при любом положении не должен нарушать закон. Иногда адвокатов, конечно, заносят, иногда адвокаты не могут четко определить позицию, законность, своей правовой позиции для того, чтобы, не нарушая закон, предоставить клиенту надлежащую правовую помощь. Вот это может быть, так сказать, бывает в адвокатской практике, когда защищается как бы незаконный интерес. То, что когда-то в 18 веке осуждалось, а потом сказали правильно, потому что адвокат в любом случае, хоть и незаконный интерес у клиента, пусть адвокат попробует доказать, что это законный интерес. В отношении взяточничества тут надо не видеть весь, так сказать, грех деятельности адвокатуры, а видеть грех деятельности судебной власти. Потому что судебные и следственные органы должны работать только по закону. И на каждое предложение, если им такое предложение делается, отвечать возбуждением уголовного дела. Вот тогда будет порядок. Тогда будет порядок, и все виновные будут наказаны. И прекратят давать взятки. Вот когда, и мы неоднократно обсуждали в своем адвокатском сообществе, вот тогда, когда будет работать закон, и перед законом все будут равны, и никто никого не будет покрывать, и исчезнет взяточничество. Пусть хоть одно дело проведут. Только был один судья Зварыч, у которого там нашли миллион двести тысяч в сейфе, долларов, ну это наколедовали, он не попали, он сейчас правда борется за реабилитацию, так что все нормально. Вот, поэтому здесь должен начать работать закон. Закон равный для всех. Если судебная власть начнет пресекать все поползновения такие, если начнут рассматривать дела в строгом соответствии с законом, поверьте мне, ничего этого не будет. Примером является судебная реформа 1864 года, где люди были восхищены вот тем совершенно объективным, таким тщательным рассмотрением дел и справедливыми вынесениями приговоров. Понимаете? Люди восхищались этим. И вот дай Бог нам дойти до этого состояния. Вот когда вы говорите давайте вперед, нет, не надо нам вперед, давайте вернемся назад и воспримемся лучшее, что было у них. Это, кстати, и все Друзья мои, мы вынуждены уже завершить нашу депутат. Заразумим? Разберем. Друзья мои, время пребывания в облаке интернета не досконечно. Мы благодарим Юсим Фральвович. Я только скажу два слова для меня знаковым являются два реператива. Это писающий по своему ужасу фильм адвокат дьявола сальфа-чин это вниз вашей профессии. И второй это защитники небесные ангелы, которые защищают нас в миру своих возможностей и сил. Вот где-то посередине желаю оставаться вам и нам, которым рано или поздно придется к вам обращаться. С нами сегодня был Иосиф Пробус. салфа-чин